Хасан Даурбеков увлекся декоративно-прикладным искусством несколько лет назад. Об организации своей персональной выставки даже не думал. Опытный строитель быстро освоил ремесло, помогли дельные советы коллег-мастеров. А сегодня уже его работами любуются ценители красоты. Министр культуры Залин Альянов, узнав, что сегодня проводятся мероприятия, узнав, что Хасан все эти работы делает буквально своими руками, без каких-то профессиональных инструментов, решила со своей зарплаты выделить часть на покупку одного профессионального инструмента. Так что, Хасан, поздравляю, надеемся, что твой парк будет увеличиваться со временем, и о тебе узнают далеко за пределами Ингушетии. Пару слов для мастера. Инструмент профессиональный – это как покупка автомобиля. Больше 30 экспонатов представлено на выставке Хасана Даурбекова. И все это ручная работа. Мастер использует при создании деревянного изделия, лишь топор и ножовку. Большинство своих работ он дарит местным школам, домам культуры. А на заказ у Хасана обычно просят что-то национального характера. Творения Хасана воссоздают ингушский быт. Тут и солянка, утюг, плуг, стулья и даже кожемялка тех времен. Правда, над последней ремесленник еще работает, воссоздает изделия по фотографиям. На выставке также встречаются и музыкальные предметы. Но вот оружие занимает особое место среди работ мастера. Примерно вот на этой работе, винтовка Мосин называется, как бы импозиус нашей отцы, как бы деда, там. Я вот работал на ней 4 дня. Но это все ручное делалось, как бы топором ножовкой, там, поэтому времени много шло. Там по-разному, там много, там металл, там дерево, пастмасса. То, что я нахожу в ладыре, там, вот, сделать. Примерно вот это, как бы магазин, вот, имитация магазина. Вот это делалось, там, коробка печенья, железная. Вот, я зародился, иди вот так сделать, попрощай, вот, у него такой же магазин. Вот так, вот так приходят идеи. Уникальны эти экспонаты не только тем, что с деревом сложно работать. Перед тем, как взяться за одно изделие, Хасан кропотливо изучает архивные материалы. Делает все, чтобы воссоздать вещи 19-20 веков. Он воссоздал экспонаты, предметы быта ингушского подворья в малом размере, уменьшенном во многократном масштабе. Он их показал. И другие предметы быта, которые мы уже утеряли. И вот он нам, нас возвращает в нашу историю. Сегодня в Международный день музея. Вход в музей краеведения бесплатный. Познакомиться с бытом наших предков и историческими особенностями их жизни мог любой желающий. На этой выставке мне понравились две вещи, я скажу. Первое, что мне упало в глаза, вот эта вот гармонь. Обратила я внимание, очень оригинальная вещь. Прям вот я даже не пожалела, что я пришла сюда. И вторая вещь, вот я там смотрела, мельница вот эта вот ручная. Тоже прям настолько вот она к первозданной мельнице подходит. Единственное, что там каменная, но несмотря на то, что она из дерева сделана, она очень оригинальная вещь. Я часто хожу по выставкам. В музей сегодня нас пригласили на выставку Хасана Даурбекова. Мне понравился вот этот кинжал и техника выполнения. Выставка Хасана Даурбекова продлится до 23 мая. В будущем ремесленник планирует построить собственную мастерскую, проводить мастер-классы для молодежи и собрать команду единомышленников. Хавагайзикова Рамазан Зурабов. Новости 24.